МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости дня в информационной программе события. В студии Александр Новиков. Здравствуйте. В подмосковном выставочном центре Патриота открылась Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2021». Участники – более ста предприятий со всей страны. Лучшие достижения АПК представили и брянские производители. Вместе с главой региона Александром Богомазом оценили аграрный прорыв Брянщины, заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. К известному афоризму у России есть только два союзника – армия и флот. Сегодня можно смело добавить еще и сельское хозяйство. Ведь если первые обеспечивают незыблемость границ и безопасность страны, то агрокомплекс обеспечивает сегодня безопасность продовольственную. И очень символично, что впервые Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит именно здесь, в парке Минобороны «Патриот» в Подмосковье. Это главная сельскохозяйственная выставка страны. Для вас не секрет, что два года мировая экономика испытывает большое давление, связанное с распространением коронавирусной инфекции. И несмотря на эти глобальные вызовы, эти глобальные риски, несмотря на то, что в этом году Российская Федерация столкнулась еще и с масштабными проблемами, связанными с неблагоприятными метеоусловиями, с неблагоприятными погодными условиями, наш агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из ключевых драйверов развития российской экономики. Ежегодно мы ищем на выставке что-то новое, какие-то изюминки. Но главная изюминка этого года – это то, что представители предприятий, почетные гости, сотни журналистов смогли собраться очно. В прошлом году пандемия не позволила этого сделать, и выставка прошла в режиме онлайн. К слову о безопасности. Чтобы попасть в «Парк Патриот» на золотую осень, нужно было иметь при себе QR-код о проведении вакцинации от ковида или QR-код об отрицательном ПЦР-тесте. «Наше брянское родное» – этот слоган еще издалека виден гостям выставки. И действительно, аграрная промышленность последних лет в Брянской области направлена на создание своих брендов, которые успешно развиваются и становятся известны на всю страну и за ее пределами. «Уна Гранда», «Жуковское молоко», «Брянский гурмолзавод», «Сыр стародубский», «Консерв сушпрот» представлены брянские мясоперерабатывающие и хлебопекарные производства. Это ведущие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности страны и постоянные участники и призеры «Золотой осени». К слову, только за первый день выставки брянские предприятия получили 56 медалей, 43 из них – золотые. В центре экспозиции результаты работы растеневодческой отрасли. Успехи и настоящие прорывы наших аграриев оценивают вместе с губернатором, зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и его первый зам Джамбулат Хатуов. Мы же в этом году посеяли азимовый рапс 70 тысяч. Да, кстати, растет масличка, меняется структура. Да, да, да. Рапс освоен технологически с самыми высокими результатами в России. Сегодня Брянская область совершила прорыв в производстве рапса. Мы по этому году из 2,6 миллионов тонн, которые производятся в России, 200 тысяч производила в Брянской области. Другой там 9% – это ввоз Брянская область. Та культура, которая еще буквально 4-5 лет назад, если взять лет 7, то там всего в Абынцеву первую выращивали 260 тонн кол. Мы были на тех первых семинарах тогда. 260 тонн и 200 тысяч тонн. То есть возьмите вы там где-то 8 лет и врос в тысячи раз. Но это же, понимаете, это же большой кропотливый труд. Коснулась Виктория Абрамченко и фиксированных цен на минеральные удобрения. В ближайшее время, пообещала вице-премьер, эта тема будет решена для регионов. Мы сейчас договоримся о том, чтобы была внутренняя кропота по фиксированным ценам для потребности Абрамченко. Определённое объявление по фиксированным ценам внутри страны. С учётом прогноза, которые есть у Абрамченко по потреблению. Вы сможете организовать в состоянии агрария ритмичную покупку и хранение? Конечно. А у нас склады мы сделали в ФОСА. Есть. В Брянске, да. Они уже работают, уже работают, года четыре. Уже на официальном открытии, говоря о рекордах, вице-премьер отметила. В этом году аграриев на прочность проверяет погода. Но, несмотря на это, глава Брянского региона отмечает. Планируется собрать не менее 2 миллионов 300 тысяч тонн зерна, 1 миллиона 200 тысяч тонн картофеля, 200 тысяч тонн рапса. Год был сложный, непростой. Год, как говорят старожилы, которые отработали по 60 и более лет в сельском хозяйстве, для Брянской области, там был, наверное, самый тяжёлый год для сельского хозяйства. Затяжная дождливая весна, дождливая весна, засушливое лето. И вот сегодня, да и когда убирали мы зерновые, сегодня, когда убираем овощи, убираем ту же сою, тот же подсолнечник, то есть нужно убирать кукурузу. Мы буквально совсем недавно, там, с 17 сентября, две недели у нас шли дожди, и выпало почти там более двухслойных месячных норм, осадков. Но, тем не менее, на сегодня, в протяжении вот этих предыдущих недели, все в поле, все готовят почву, наши сельхозпроизводители сеют ещё не ушли сроки, ну и, конечно же, убирают овощи. Я надеюсь и уверен в том, что, имея те возможности, трактора, наши комбайны, технику, которая есть сегодня в области, и самое важное, что кадры у нас есть, и техника, и люди, и опыт, и желание работать. И если по году позволить, я уверен, что мы позволили, то мы последние эти работы мы завершим и достойно закончим год. Сегодня, если мы возьмём уже оперативные данные, то, что мы видим, то мы, по крайней мере, мы должны сохранить темпы, которые были в прошлом году, и по производству зерновых, по производству картофеля. Если взять те же самые технические культуры, вот это подсолнечник, рапс, соя, то мы увеличим где-то приблизительно в два раза. Если в прошлом году с годом 150, в этом году будет порядка 300 тысяч долларов. И здесь секрет успеха – развитие технологий и научный подход. На Брянщине организована уникальная научная площадка, ставшая лучшей в стране – Брянский государственный аграрный университет. Недавно он вошёл в топ-10 вузов Минсельхоза. Есть будущее, которое заложено в науке, заложено в наших аграрных университетах. И развивать аграрную науку является одним из наших ключевых приоритетов. Мы должны заниматься отечественными селекцией и генетикой, которые основаны на прорывных геномных и постгеномных технологиях. На главном аграрном событии года представители Брянской делегации. Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот, его зам Виталий Беляй, председатель промышленного комитета, областной думы Сергей Антошин, заместители губернатора, депутаты Госдумы от Брянской области. Здесь концентрирована вся продукция АПК и промышленного, конечно, комплекса Брянской области, представлена в виде товаров. Нам не только есть что показать, но есть чем похвастаться. Это абсолютно точно. Я буду очень рад, если вместе с нами этим будут гордиться жители Брянской области. Не только показать лучшее на выставке, а в первую очередь сделать доступным для людей. Депутат Госдумы Николай Алексеенко отметил, что знаком с каждым из представленных производств, а осматривая стенд с овощами и фруктами, вспомнил, как лично ходил на брянские рынки и закупал так называемый борщевой набор. На выставке и представители растениевоческой отрасли Добронравов, Агромеленский, Картофель, Оосель, Хозник, Брянский сад. В отдельном павильоне одни из лидеров мясного скотоводства и производства свинины Мираторг. Отдельная гордость – зерноуборочные комбайны производства Брянск-Сельмаш. Комбайн сегодня востребован, свою нишу нашел. Да, нашли, мы как говорили, что это комбайн, который... Цена-качество соотношения... Да, да, вот этот комбайн, который на сегодняшний день представлен Росельмашем в этом году двухбарабанным, мы уже выпускаем, как уже, 10 лет двухбарабанную модель, обмолотые, которые сегодня составляют конкуренцию, и цена его соотношения к Росельмашем составляет где-то 45% дешевле. Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» традиционно проходит в преддверии Дня работника сельского хозяйства. Неоценимый вклад тружеников села отметил глава региона Александр Богомас. Хочу сказать огромное благодарность всем, кто сегодня работает в сельском хозяйстве. Это действительно проделан большой-большой труд. Сегодня у нас уже сложились и коллективы, и люди, и руководители, и наши работники, кто работает, действительно, все профессиональные коллективы, все профессиональные люди. Люди знают сегодня, что делать, как делать, и как правильно, и куда идти, и как добиваться успеха. Я думаю, что то, что мы сегодня наработали, мы и дальше будем только развивать и двигаться вперед. В рамках главного аграрного события года руководители сельхозпредприятий, главы регионов, эксперты обсудили актуальные вопросы АПК, обменялись опытом в растениеводстве, животноводстве, сельхозмашиностроении. А губернатор Александр Богомас пригласил посетить наш регион зампредседателя правительства Викторию Абрамченко. Андрей Мамушин, Александр Власов, Алексей Рязанцев. События. Московская область. 145 выздоровевших против 275 заболевших. И это только за сутки. Медики и специалисты Брянского оперштаба по противодействию COVID-19 бьют тревогу. Четвертая волна коронавируса набирает обороты. Единственный способ выстоять в схватке за здоровье населения – сформировать коллективный иммунитет. Брянская область продолжает бить антирекорды по пандемии. За последние сутки на наличие коронавируса сделано 6333 ПЦР-теста. Повторюсь, всего за сутки. Так много исследований в день в регионе еще не проводили ни разу. По информации регионального оперативного штаба, накануне коронавирус подтвердился у 275 брянцев. При этом за предыдущие сутки выздоровели почти вдвое меньше – всего 145 человек. От COVID-19 вчера умерли 13 наших земляков. С начала пандемии скончались уже более полутора тысяч брянцев. Из них 86 за последние 7 дней. Учитывая сложившуюся обстановку, с 7 октября на территории региона возобновлены ограничительные меры. Кафе и рестораны теперь будут работать до полуночи. Запрещены корпоративы и массовые гуляния. При проведении зрелищных и публичных мероприятий допускается не более 50 участников. Спортивные события должны проходить без зрителей. Приостанавливается работа детских развлекательных центров и игровых комнат. Запрещается появление несовершеннолетних без сопровождения родителей в торгово-развлекательных центрах и организациях общественного питания. Я работаю с детьми и с волонтерами. И, конечно, по роду деятельности контактирую с большим количеством людей. Я не могу подвергать себя опасности, окружающих опасности. Поэтому, как только была возможность, сразу сделала прививку. И прошу, призываю, приглашаю всех это делать, чтобы мы, создав коллективный иммунитет, поскорее избавились от этого вируса. Тем временем в регион поступила новая партия вакцины от коронавируса «Эпиваккорона». Всего 13 770 доз. Препарат будет распределен по всем пунктам вакцинации, согласно заявкам. На прошлой неделе в Брянскую область также поступила вакцина «Спутник Ви». Всего больше 30 тысяч доз за два транша. В июле этого года моя семья пережила тяжелое заболевание – COVID-19. Это были трудные дни, бессонные ночи и большие проблемы для всех нас. Проанализировав эту ситуацию, я принял решение вакцинироваться. И вот уже несколько месяцев я себя прекрасно чувствую. Напомним, единственный способ остановить распространение инфекции и минимизировать риск заражения и тяжелого течения болезни на сегодня – это вакцинация. Прививку можно сделать бесплатно в медицинских организациях, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах. Светлана Дробкова, Сергей Дюков. События. Брянск. К другим новостям. Телеканал «Брянская губерния» продолжает рассказывать о людях одной из самых благородных профессий – учителях. Сегодня делится рецептами своего успеха и рассказывает о профессиональных достижениях преподаватель математики из Брянской городской гимназии номер один Елена Маруева. С учителем-новатором познакомилась моя коллега Светлана Дробкова. Прыжки с парашютом, полеты на воздушном шаре, дельтаплан, картинг, лыжи, веревочные трассы. Сколько увлечений может быть у школьного учителя? Елена Маруева из гимназии номер один могла бы сбиться со счета, если бы не преподавала математику. Светить всегда, светить везде. До дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. И поэтому, я считаю, жизнь, она такая огромная. В ней столько много интересного. И замыкаться в чем-то одном, ну это несправедливо к себе и к своей жизни. В свободное время Елена Анатольевна шефствует над Карачевским приютом для детей и подростков, помогает бездомным животным, занимается спортом и изучает родной регион. А в рабочие будни возглавляет экспертную группу по аттестации учителей математики, реализует инновационный проект «Математическая вертикаль» и готовится к участию в конкурсе «Учитель года». Профессии, выбранной еще в детском саду, женщина верна вот уже 36 лет. Когда еще была маленькая, я любила собирать кукол, усаживать там мишек и объясняла с указкой. То есть вот это что-то рассказывать, объяснять, помогать было с детства. И в детском саду, когда приходили за мной родители, они иногда меня находили в другой группе, в младшей, где я там детей строила, им что-то объясняла, водила. Окончила 28-ю школу, получила диплом учителя в Калининском госуниверситете, подготовила немало классных специалистов. Шесть лет назад победила в конкурсе инженерно-педагогических работников среднего профессионального образования, но самую большую гордость испытывает в самые неожиданные моменты. Ко мне бывшая ученица приводит ребенка, готовится. И ребенок приносит тетрадочку и говорит, ну я вот тут с одной учительницей уже занимался, вот что-то есть. И я смотрю в тетради, я вижу свои конспекты давних лет. Ну я их могу отличить, потому что я даю конспекты, всегда это в виде каких-то наглядных рисуночков. Треугольничек, цветочек, ну вот такой, чтобы не засорять лишней информацией сразу. И я смотрю все то же самое. Я когда спрашиваю, ага, а это моя ученица бывшая. Как-то приятно, что столько лет спустя они хранят мои конспекты и ими пользуются. Елена Анатольевна планирует подготовить еще не один десяток математиков, победителей школьных олимпиад и молодых людей, которыми сможет гордиться Брянщина. Энтузиазма, знаний и опыта ей не занимать. Светлана Драбкова, Александр Власов, События, Брянск. 40-й международный научный семинар преподавателей математики и информатики проходит в Брянском государственном университете имени Петровского. В течение трех дней участники будут обсуждать развитие общего и профессионального математического образования в системе национальных университетов и педагогических вузов. Международный научный семинар преподавателей математики и информатики проводится в 40-й раз. На площадке Брянского госуниверситета второй раз. Первый был в 1999 году. В рамках семинара предусмотрены пленарные доклады, затрагивающие важные проблемы математического образования. Планируется работа научно-практических секций. Все студенты и преподаватели физико-математического факультета и университета в целом воспринимают это событие как очень значимое. И мы очень все долго работали и старались, чтобы 40-й юбилейный семинар прошел на достойном уровне. В семинаре участвуют ведущие ученые в области теории и методики обучения математики и информатики, педагогические работники из разных стран. Семинар включает в себя участников из различных регионов нашей области и не только. Семинар проходит в очень дистанционном формате, поэтому к нашей конференции будут привлечены и преподаватели, методисты, ученые из Германии, Польши, Украины, Азербайджана. Поэтому география очень широкая. Семинар является площадкой роста для аспирантов и молодых ученых местом встречи единомышленников. Так, одной из важных особенностей многолетней ежегодной работы семинара является взращивание целой плеяды крупных ученых-методистов, фамилии которых хорошо известны в математических кругах. Собираемся мы для того, чтобы было некое сообщество людей, которые там обмениваются мнениями, передают в свои вузы, а потом они в течение года и переписываются, и перезваниваются. У нас такое получилось педагогическое математическое сообщество. Практическая направленность семинара подтверждается тем, что его программа предусматривает встречу автора школьных учебников по математике, доктора педагогических наук, профессора Александра Мартковича с учителями математики и информатики Брянской области, студентами педагогического направления физико-математического факультета БГУ, то есть теми, кто понесет царицу наук подрастающему поколению. Ваши знания, ваш профессиональный интерес связаны с математическим образованием, ибо математика является значительной и важной частью общечеловеческой культуры, указывающей путь к пониманию научной картины мира. Сороковой международный научный семинар преподавателей математики и информатики продлится три дня и завершится 9 октября. Александр Новиков, Сергей Дюков. События. Брянск. В преддверии мероприятий, связанных с проведением всероссийской переписи населения, которое, напоминаем, стартует 15 октября, сотрудники полиции обращаются к гражданам с призывом быть бдительными и осторожными. Сотрудники МВД предупреждают о мошенниках, которые могут представиться волонтерами всероссийской переписи населения. В ведомстве посоветовали не доверять людям, которые предлагают поучаствовать в переписи раньше назначенного срока, то есть до 15 октября. При поступлении звонка или смс-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется. Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о всероссийской переписи населения, об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуги. Помните, паспортные данные переписчику не сообщаются. Оплата за участие в переписи не требуется. Волонтеры не предлагают приобрести товары или услуги. Если возникли сомнения, можно позвонить в ближайший переписной участок. О подозрительных лицах сообщить в полицию по телефону 102 или 112. Напомним, принять участие в переписи можно на дому в МФЦ на стационарных участках. Главной особенностью переписи 2021 года будет возможность заполнить бюллетень через интернет. Участие добровольное. Матвеевская Валентина, События Брянск. С 1 октября в Брянских лесах открыт сезон охоты на копытных животных. Всего за один день оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции выявлены три административных нарушения. С начала года нарушений зафиксировано уже 57. Напомним, невнимательным охотникам грозит лишение оружия, право на охоту или серьезный штраф. У МВД России по Брянской области напоминает, что согласно правилам охоты не допускается транспортировка оружия, а также нахождение с оружием в охотничьих угодьях без необходимых документов. При себе охотник обязан иметь охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и разрешение на хранение и ношение оружия. 14-летняя Злата Бирюкова покорила жюри шоу «Ты супер» на НТВ. Спустя два месяца съемок полуфиналистка пятого сезона вернулась в Брянск. В родной 36-й школе ее встретили как настоящую звезду. Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и Ирина Дубцова. Пение Златы покорило всех. Много опыта я получила за этот проект. Я пробыла там два месяца, очень хорошие педагоги, атмосфера вообще во время съемок тоже очень хорошая. Ну, естественно, волнение было, волнение присутствует всегда, как говорила неоднократно, по-моему, Диана Арбенина. Волнение – это круто. В родной 36-й школе Злату встретили с размахом. Аплодисменты, музыка, плакаты и домашний торт от одноклассников и учителей. Я думаю, что каждый из тех, кто учится в нашей школе, и каждый из тех, кто собрался здесь сейчас в холле, чтобы встретить тебя, может вместе со мной сказать «Злата, ты супер! Ты супер! Ты супер!» Злата раскрылась с этим конкурсом. Я работаю у них с пятого класса. Воспитанная, добрая, хорошая девочка. А вот когда она побыла на конкурсе, я увидела её совершенно с другой стороны. Я увидела её силу воли. Участие в проекте – заслуга Галины Лозицкой, преподавателя по вокалу в городском доме культуры. Она предложила подать заявку. Родители идею поддержали. В первую очередь, мне бы, как отцу Златиному, хотелось, чтобы она нашла своё дело, которое ей доставляло удовольствие и радость. Съёмки завершены, но финал шоу пока неизвестен. Вы ещё можете понаблюдать за успехами Златы Бирюковой в проекте на НТВ. I can see the fly, I can hear a voice, I can see the fly, I can see the sky, it's about to cry. Александра Савельева, Александр Жучков. События Брянска. 10 медалей завоевал Беженский хлебокомбинат на выставке «Золотая осень-2021». В чём секрет традиционного признания продукции Брянской компании на Всероссийской агропромышленной выставке, знает наш корреспондент Александра Седачёва. Одна из самых ярких витрин выставки брянских производителей – по-особому украшенная выпечкой кондитерские изделия Беженского хлебокомбината. Всего 200 наименований продукции. Здесь и символ комбината – колобок, несколько видов натурального мармелада и зефира. Две недели технологи Беженского хлебокомбината трудились над композицией «Доктор Айболит», призывающей всех к вакцинации от коронавирусной инфекции. Пряники с фотопечатью мы делаем каждому празднику, стараемся. Помимо этого продажи всегда есть у нас пряники с детской тематикой. И вот недавно день учителя, день матери, день освобождения Брянщины. В этом году Беженский хлебокомбинат представил на конкурс в рамках выставки «Золотая осень» 10 видов продукции. Все они завоевали серебряные и золотые медали. В числе беспрецедентных победителей этого года – хлеб белорусский подовый и любимец сторонников здорового образа жизни – хлеб фруктовый. В числе 8 серебряных медалистов – любимые брянцами разновидности хлеба, батоны, а также пряник брянский. Кстати, именно он может претендовать на победу в еще одном конкурсе «Вкусы России». В конце ноября будет всероссийское голосование по конкурсу «Вкусы России». И нужно заходить на сайт и голосовать за бряник брянский, чтобы наше брянское родное побеждало. Всю продукцию хлебокомбинат выпекает из муки, произведенной на своем мельничном комплексе. Закупаем зерно у брянских сельхозпроизводителей рожь и пшеницу, перерабатываем. И вся мука, которая используется у нас на производстве, только собственного производства, что позволяет выпускать натуральный продукт. Пышные булочки, батоны с хрустящей корочкой, традиционный пшеничный, ржано-пшеничный, многозерновой хлеб. Продукция бежецкого хлебокомбината любима брянцами и регулярно признается лучшей на региональных и федеральных конкурсах. Гарантия качества, 100 лучших товаров России, золотая осень. Компания многократно удостоена звания лучший хлеб России. К слову, каравай для встречи брянской делегации во главе с губернатором на золотой осени, также творчество бежецких хлебопеков. Разнообразную продукцию старейшего предприятия можно приобрести как в фирменных лайках комбината, так и в частных магазинах Брянска и области. Александра Седачева, Алексей Рязанцев, События, Московская область. Свежие продукты знаменитого полуострова Камчатка. В Брянске, в Доме культуры Всероссийского общества глухих, открылась уже полюбившаяся горожанам выставка продажа «Та самая рыба Камчатского края». Дары Охотского моря и Тихоокеанских вод, омывающих Камчатку. Белорыбица, чавыча, форель, нерка, тунец, омуль. Огромный ассортимент питательных, полезных, высококачественных продуктов вновь привезли жителям Брянска. Мы представили на сегодняшний момент широкий ассортимент камчатской рыбы, горячего, холодного копчения, вялено-копченая рыбка есть. Есть у нас новиночка – стейк форели горячего копчения. Рыбка вся обогащена множеством витаминов, особенно омега-3, которая сейчас полезна очень для нашего народа. Свежайшая икра нерки, приготовленная в августе этого года, порадует своим изысканным вкусом ценителей этого царского блюда. Сразу несколько видов королевского лосося – знаменитые чавычи, вялено-копченая, подсоленная и холодного копчения. Сочное, нежное белое мясо белорыбицы, обогащенное белками, жирами и витаминами, особенно ценят представительницы прекрасного пола, стремящиеся поддержать молодость и красоту. Свежая всегда, всегда качественная, поэтому выбор за ними. Очень люблю. Поэтому сюда приходим, берем. Сегодня выбрали полтуз, печень трески и порыльку. А еще мясо камчатского краба, натуральная печень трески, капсулы с натуральным рыбьим жиром омега-3. Рыбка и морепродукты на любой самый взыскательный вкус. Ту самую рыбу камчатского края можно приобрести на выставке продажи в ДК «Глухих» до 10 октября. Александр Седачев, Игорь Венчук, События Брянск. На этом все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Смотрите новости на нашем канале. До встречи.